доброго времени суток приветствую на канале академии taltecas я психолог парапсихолог сергей рычков прежде чем как начать тему которую я сегодня хочу осветить скажу что то о чем я буду говорить я рассуждаю на эту тему не как обыватель не как тот который прочитал несколько книжек и познал истину до или прошел какие-то курсы по тому же самому гипнозу практическому гипноза посвятил посетил несколько семинаров и начал вещать истину во все услышания да я имею за плечами стаж практической наработки работы в области и психологии и парапсихологии и в том числе практического гипноза более вот уже 27 лет поэтому тема который я сейчас буду говорить мне очень хорошо известны и сегодня мы коснемся темы гипноза практического гипноза что это такое как раз это я буду делать на фоне якобы гипноза который собственно гипнозом не является вообще и даже гипнозу не имеет никакого отношения так же как и к эзотерике к целист и к целительству магии также не имеет никакого отношения но это называется экзогипнозом это несут в массы позиционируют как не просто гипноз а еще и регрессивный гипноз и в интернете очень много сейчас подобных ресурсов но плюс ко всему эту тему распространяют имеют массу последователей и учеников почему я обратил внимание на данную тему потому что вы знаете как еще раз расскажу историю мы как-то с другом он у него консерваторское образование он сам музыкант композитор мы с ним зашли в кафе в москве в кафе с живой музыкой сидим пьем кофе и играет живая музыка какая-то группа девушка на сцене с микрофоном музыканты играет мы посидели некоторое время а друг мне говорит слушай серёг пойдем отсюда я говорю а что такое смотри как живая музыка хорошо поют девушка играют смотри хорошая уютная обстановка куда пойдем ты чё ягод больше не могу здесь сидеть я вы почему мне ухо режет мне ухо режет страшно фальшивы музыканты девушка не попадает да ну я говорит не могу мой мой слух не выдерживает этой какафонии пойдем отсюда быстрее я больше не могу ну и все мы с ним ушли вот этот пример мне врезался до врезался в память и на этом примере как раз вот и сейчас когда я вот вот это вижу я даже это профанация это шарлатанство это извращение это какой-то это бесовщина для меня это вот сеансы сеансы какой-то бесовщины и это все еще несется в массы и преподносится как гипноз да еще и регрессивный гипноз и эти люди проводят сеансы и обучают этому других и вот на примере вот этого мракобесия я вам сейчас покажу что это не является я докажу что это не является ни гипнозом не целительством и никакое никакой магии и даже близко к этому не имеет никакого отношения я говорю еще раз повторюсь это вот сейчас огромное количество информации в интернете если загуглите то есть то ну найдете найдете эти ресурсы а это слиперы связка сейчас да идет гипнотизер так называем это все в кавычках потому что это не по-настоящему это позиционируют они себя так но это не имеет гипнозу никакого отношения не гипнозу не к регрессивному гипнозу не к целительству не к магическим практикам даже близко не стояло эти люди изучили несколько слов там по типу душа тонкие энергии астральный план свобода воли изъявления души хроники акаши биополе биоробот и все этого вполне вот этого набора слов вполне достаточно для того чтобы околпашивать доверчивых доверчивых зрителей которые приходят поглазеть скажем ну а что еще народу надо до хлеба и зрелищ контактируют с внеземными цивилизациями существами сущностями в общем совсем чем угодно сюда же можно отнести ченнелинг ну ченнелинг все-таки все-таки чуть-чуть другое на канале можно найти противоречия вы понимаете там огромное количество цивилизаций в общем солянка соляная сборная такая сборная вот эти молодые люди до считают себя проводниками света истинные просветления несут знания в массы на самом деле наносят огромный огромный вред чем наносится огромный вред но смотрите человек находящийся в поиске одухотворенный ищущий действительно какого-то развития духовного развития энергетического развития желающий научиться практическому гипнозу как-то как-то продвинуться по по ступенькам познания да на что он натыкается в интернете в первую очередь а вот действительно на что он натыкаться натыкается он на вот такие центры гипноза центр гипноза якова брюса потом значит как же его некий никита бурлаков что ли вот здесь связка обратите внимание я объясню почему это связка и почему она не работает эта связка и почему она существует именно такая связка я вам расскажу как это это расскажу об этом как практик которому который посвятил данному вопросу много лет и много лет не то чтобы дать читая книжки изучая экспериментируя нет я практик я занимаюсь все эти годы практикой начинал именно с гипноза в трансовых состояний много лет я посвятил не только в основном гипноз я применял в практике то есть психосоматика и соответственно кодирование от вредных привыч привыч табакокурение алкоголизм лишний вес коррекция ну и другие психосоматические нервные нарушения до кроме этого я имею академическое образование я клинический психолог по образованию второе высшее у меня это клинический психолог 1 философ так вот вот эти люди безграмотные абсолютно смотрите еще я с этим столкнулся на в запрещенной в российской федерации такой платформе как инста вот столкнулся там с такими с такой тоже профанацией наставники наставников но это отдельная тема здесь в интернет мне как раз человек который находится в поиск в поиске гипноза я его знаю уже много-много лет он пришел говорит сергей смотри здесь вот а вот вот никита бурлаков посмотри вот эта школа я посмотрел да как говорю как какая-то ерундистика не обращала внимание вообще на них потом посмотрел вот этого якова брюса питерская школа до центр центр гипноза и и они распределяют центр гипноза и регрессивного гипноза почему-то вот в разные вещи да и потом это все называется x экзо гипнозом основатель это тимур и вот смотрите даже с первых с первых минут ознакла ознакомление с данным порталом да потом я посмотрел несколько сеансов но это вот как профессионал вот помните да пример с моим другом музыкантом вот как профессионал у меня настолько это режет ухо и это еще не все как человеку тонкому то тонкой организации нервной энергетической это настолько тяжело это вот знаете когда работаешь с человеком но чего человеком психически нездоровым у которого реальные психические нарушения больной человек уже психически больной и вот в этом в своем бредовом состоянии у него очень очень тяжелая энергетика и очень очень трудно даже несмотря на то что я сам практик да то очень трудно долго выдерживать подобную энергетика у меня иммунитет у меня много лет практика я годы посвятил этому да и все равно слушая вот это вот в первую очередь как профессионал мне это тяжело слышать потому что это профанация ну и как эзотерику да как парапсихолог который изучает подобные вопросы мне вот очень тяжелая темная черная энергетика от которой вот это реально я говорю мракобесие без одержания и сегодня я вам расскажу в чем опасность здесь заключается что несет вот подобные сеансы что они транслируют хотя обратите внимание сейчас я вам покажу вот когда мы открываем дисклеймер любого ролика там быстро очень мелькает надпись давайте посмотрим и почитаем что содержится в этой быстро быстро мелькающей надписи давайте начнем вот с этой заставочки до экзогипноз с тимуром андаром теории практика то есть это реклама идет курсов то есть эти люди готовят учеников последующей практике соответственно естественно берут за это оплату запуск самоисцеление организма работа с энергиями это очень серьезно да то есть это самоисцеление то есть уже касается здоровья чистка биополя диагностика на все виды магии снятие информации с хроника каши вот понимаете я вам объясню какой-то солянка какой-то бред бредовые снятие информации с хроника каши проработка фантом ных травм через регресс духовный рост проработка чакральной системы проработка денежного канала и работа с родом получи профессию будущего и стань творцом своей жизни но покупаю в рассрочку да ну вот пожалуйста мы видим что эти люди занимаются обучением обучением других практики и не просто обучение да а еще они дают знания чтобы их ученики несли эти дальше знания в массы то есть это прямая это прямая ответственность это прямая ответственность за информацию что же мы видим дальше смотрите мы открываем канал вот заставочка чтобы не быть голословным и видим следующее добро пожаловать на наш канал где мы делимся сеансами гипноза и регрессивного гипноза видите отделяют они это и перед тем как продолжить просмотр мы хотим хотели бы обратить ваше внимание на никто на несколько важных аспектов мы организаторы канала не несем никакой ответственности за информацию предоставленную во время наших сеансов мало того что они вмешиваются вмешиваются в состояние психическое состояние водят якобы якобы я вам объясню почему якобы дальше вводят человека в трансовое состояние прорабатывают его регрессе делают регрессию якобы прошлые жизни или настоящую жизнь обычные обычные там психологические фрагменты обычные психологические Я вам объясню потом подробно на примере одной из учениц вот этой самой школы, Якова Брюса, которая является слипером, и вот каждое слово я ее разберу, все, что она несет, ну там вот это интересное создание, одухотворенное, в глазах она там светится, на самом деле несет, вот бред бредовый я вам покажу. Сейчас, чуть позже. И здесь, что мы видим далее? Что мы видим далее? Внимание! Вся информация, предоставленная в этих сеансах, не имеет научной подтвержденности и представляет исключительно для цели исследования. Ну хорошо, да, вы исследуете, хорошо, цели исследования. Создатели и владельцы канала отказываются от всех прямых или косвенных гарантий относительно точности, пригодности для определенной цели или неинфрегментности информации в сеансах. Так, смотрите, эти люди занимаются обучением и свою практическую деятельность, то есть то, чему они обучают учеников, за что берут деньги. Оказывается, никакой ответственности они за это не несут, вообще снимают с себя всякую ответственность, предупреждают, что это ни научной обоснованности не имеет. Ну вообще ничего не несет, однако они получают за это деньги, их люди потом работают ведь с другими. А первое, первое, чему нас учили, чему учат психологов, докторов, преподавателей в том числе, что то, что мы несем в этот мир, то, что мы даем людям, мы за это отвечаем. И наш первый принцип – не навреди. А здесь люди утверждают, что они контактируют с душой человека, что обладают какой-то очень значимой вселенской информацией, это же говорится в роликах, занимаются очищением, снимают информацию глобальнейшего космического масштаба, проникают в хроники Акаши, делятся этой информацией. Они несут абсолютно никакой ответственности. Потом, хоть ты там, хоть ты там, хоть с ума сойди, хоть помри, ну вот, никакой ответственности. Но это не так, это лукавство. Почему? Ну потому что они несут прямую ответственность. Во-первых, кармическая ответственность, причинно-следственная связь. Тем более, они позиционируют себя чуть ли не как духовных учителей, да, несущих свет и добро в этот мир. И тут же они к этому не причастны. Но так не бывает. Если вы несете знания, такого рода знания, если вы контактируете с душой человека, как вы говорите, вы несете прямую ответственность. За кармическую ответственность и за предоставляемую информацию. Если вы, это вот создателем канала, я говорю, если вы пытаетесь откреститься как-то на законных основаниях, да, чтобы не понести ответственность по закону какому-то там, что мало ли с кем-то что-то случится, и вас, как говорится, подтянут за содеянное, что вы как бы предупреждаете всех, что, ну, вы как бы говорили же в начале ролика, что это ни научного никакого обоснования не имеет, что вы не несете никакой ответственности, что информация может быть бредовой, но вы же кармическую нагрузку несете, вы же людям, вы же с людьми работаете. Вы несете прямую ответственность за то, что вы делаете, за то, чему вы обучаете, за то, что вы колпашите людей, за то, что вы занимаетесь шарлатанством, за то, что вы выдаете выдуманное вами за реальную действительность, за то, что вы даете людям знания, которые не имеют никакой абсолютно практической ценности, не имеют никакого отношения к практическому гипнозу, вы от этого пытаетесь откреститься. Так вот, не получится. За все содеянное придется платить. И тем более вы лезете в те сферы, о которых даже близко понятия не имеете, вы думаете, что это шуточка, что это вы сейчас там вот так вот поигрались так, да, пока есть такая возможность, поигрались, людям подсунули вот эту фейковую информацию, которая, я повторюсь, не имеет никакой практической ценности, не имеет никакой смысловой нагрузки. Вы выдаете гипноз, вы говорите, что это гипноз, что это регрессивный гипноз, вы этим учите людей других. На самом деле это таковым не является, что как назвать ваши действия, как назвать то, чем вы занимаетесь. Это я еще раз повторю. Я говорю как специалист, как профессионал, который посвятил этому многие годы своей жизни и своей практике. Больше 27 лет я этому отдал. Я не занимался никогда ничем другим. Я не работал никогда в других областях. Это моя работа, это образ моей жизни. Этому я посвятил свою жизнь. И вы здесь сейчас вы даете шарлатанство, вот это вот мракобесие. Почему именно я делаю упор на мракобесие? Потому что это очень важно со стороны парапсихологии, со стороны мистики, эзотерики. То, чем вы занимаетесь, может принести огромный вред, нанести огромный вред, потому что вы даже не понимаете, в какие сферы вы пытаетесь влезть. Потому что одно дело, когда слипер лежит и себе там что-то представляет и воображает, но это одно. А дело другое, если вдруг вот этот самый слипер вдруг входит, а там я видел несколько сеансов, из которых я успел, там много, огромное количество сеансов на этом канале, которые я успел посмотреть, то есть. И тем более, когда вы делаете запрос, то есть слипер делает запрос, он попадает на действительно сущность из тонкого плана. Причем не тех, за которые они себя выдают, и вы впускаете в этот мир, то вред наносится не только психике, энергетике этого самого слипера, его сознанию, а и вы же сеансы проводите. Эти же люди проводят сеансы, ученики этой школы проводят сеансы, и впускают в этот мир, даже сами не осознавая, не понимая, что своими действиями они делают. Вот как они говорят, да, биоробот. Вот любой специалист с моей области, да, любой мастер, любой настоящий практик, эзотерик, парапсихолог, ясновидящий подтвердит и подпишется под каждым моим сказанным словом. Я это не высасываю из пальца. Я говорю так, как оно есть и как оно обстоит на самом деле. И вы, и вот создатели этого канала, и те, кто это сейчас практикует, я посвящу много времени разбору сеансов. Поэтому, друзья, кто меня сейчас видит, слышит и понимает то, о чем я говорю, подписывайтесь на мой канал. Я буду детально освещать, я разберу не один еще сеанс, который проводят эти люди, и детально объясню, чем на самом деле они занимаются, и какое зло и какой непоправимый вред они могут принести своими действиями. Что они несут в этот мир? И за что, еще раз повторюсь, эти люди будут отвечать, жестко отвечать, и понесут, естественно, соответствующее, я не буду говорить наказание, они получат плоды труда своего. А за то, что они еще предоставили, еще втянули в это мракобесие других, вот за это они понесут серьезную ответственность. Люди находятся в поиске знаний и попадают на шарлатанство. И вместо того, чтобы духовно расти и получать знания, они вместо знаний получают что? Получают вот этот вот фейк, не имеющий никакого отношения ни к духовности, ни к просветленным, высоко вибрационным практикам, потому что вибрации очень низкие, потому что контакт идет как раз с сущностями, когда попадают они действительно на сущности, которые выдают себя-то там, то за одного, за другого контактируют и являются проводниками этой тяжелой, низковибрационной энергии в наш физический мир, еще и других погружая в эту низковибрационную отрицательную энергетику, выдавая это за свет, вот за это эти люди понесут полную ответственность, потому что это реальная мракобесие. И да, сейчас действительно идет мощная битва тьмы и света, мощнейшая битва, есть действительно войны света, есть другие цивилизации, есть параллельные миры, все это есть, все это существует, но это все в другом ракурсе, в другом контексте и в другом диапазоне и изучается, и преподносится, и имеет совсем другие корни, совсем другую глубину. Это глубинные знания, и люди посвящают этому многие годы своей жизни. А здесь вот этот Тимур, вот обратите внимание, давайте еще посмотрим дальше, что мы здесь увидим. Вот на примере, на примере, да, вот если мы зайдем на этот сайт, Центр гипноза имени Якова Брюса, откроем описание этого канала, то здесь мы видим, да, что мы здесь видим. О канале. Регрессивный гипноз дал начало многим практикам. Экзогипноз – один из видов регрессивного гипноза, совмещенного с многими техниками других школ, которые Тимур Андар собирал в течение всей своей жизни. Вы видели фотографию этого Тимура, молодого человека еще, который всю свою жизнь собирал эти практики. В 2018 году, кстати, создан канал. Я не знаю этого человека. Но втройне будет ответственность, ответственность и спрос, если он делает это осознанно и понимает, что то, что он дает, не имеет никакой ценности, а несет лишь пустоту и фейковость. Вот если он это понимает, втройне, в четверне, в пятерне, ответственность у него больше за то, что он несет в этот мир. Дальше смотрим. Канал, который включил в себя несколько направлений. Магия сознания, регрессивный гипноз, энергоинформационный гипноз, эзотерика, экзогипноз – это самый современный метод по очищению человека от негатива через корректировку информации под сознание. И теперь вспомним вот тот дисклеймер, который очень-очень быстро мелькает, и мелкими-мелкими буковками написан, что никто его и прочитать толком не может. Что там написано, что никакой ответственности за предоставляемую информацию в данных сеансах вот эти создатели этого канала не несут. А кто у нас тут создатель? Кто мы видим? Тимур Андар. Оказывается, он в течение всей своей жизни это собирал, делится сейчас этим с другими, но никакой ответственности за это не несет. Нет, несет. Еще как несет. И вот давайте теперь перейдем к ученице этой школы. Она себя позиционирует как ученица этой школы и является слипером. Слипером, понимаете? И вот этот слипер нам, вот это одухотворенное создание расскажет нам сейчас, а на примере ее рассказа я вам буду объяснять, что не так в ее мышлении и что не так в том, что она говорит. Давайте смотреть. Слипером по экзогипнозу и сегодня я вам расскажу, что же такое слипер, что это вообще за слово и что он вообще делает. Ну вот смотрите, да, вот эта девушка говорит, что она является членом команды по экзогипнозу, а как мы видели, экзогипноз, кто основатель, кто создатель этого экзогипноза, так сказать, создатель, основатель канала. И вот эта вот девушка является слипер, и команда по экзогипнозу, соответственно, вот она сейчас нам поведает, чем же они занимаются и кто же такой слипер. За что он отвечает и почему без слипера сеансы проходят не совсем так, как должны проходить. Ну ни для кого не секрет, что не все люди развиты, так скажем, занимаются практиками духовными и не все люди могут видеть в трансе. Что делает слипер? Слипер все это умеет, то есть у слипера есть больше знаний, есть больше практик, есть больше способностей все это делать. Слипер сопровождающий клиента во время транса, во время сеанса, который всегда на постраховке, который всегда будет держать за ручку, если вдруг что не так. Или, например, там клиент что-то не видит. Сейчас я объясню вообще, что такое слипер. Ну ладно, вот на этом моменте все. Давайте пока разберем вот то, что наговорило это создание. Смотрите, я долго не мог понять, а при чем здесь слипер и, скажем, клиент. А у них связка, у них связка, смотрите, работает гипнотизер, так называемый, в кавычках, слипер, это который видит. Вот видите, как девушка говорит, что она... Слипер это тот, кто больше видит, больше знает, имеет больше знаний и больше понимает. И вот он за ручку ведет клиента. Ну вот тут, смотрите, здесь сразу не связочка идет, идет сразу не увязочка. Во-первых, смотрите, гипнотизер, да, гипнотизер клиент. Я бы понял, что гипнотизер работает с человеком, вводит его в трансовое состояние. Но это вот, я знаю, как это есть на самом деле. Вводит его в трансовое состояние. Соответственно, и уже начинается работа. Работа с подсознанием. Это существуют гипнотические практики, которые позволяют совершить и в глубины подсознания достать, извлечь наружу травмирующие факторы. Факторы, возможно, которые человеком были забыты, затерты сознанием, да, вытерты специально сознанием, потому что есть такие функции, защитные механизмы сознания, когда сознание специально, вот эти травмы, особенно это могут быть психотравмы из детства, есть целые направления, есть психоанализ по Зигмунду Фрейду, когда, да, в процессе сеанса вот эти травмирующие факторы вытаскиваются наружу посредством сеанса психоанализа. Есть практики, гипнотические практики, когда человек в гипнозе вводится, вот как раз регресс, регрессивный гипноз, вводится в то состояние, в те фрагменты, травмирующие фрагменты, как говорю, которые были забыты им, возможно, специально, как сработал защитный механизм, и вот в гипнозе человек вспоминает вот это всё, вот эту психотравму, она прорабатывается, скажем так, выносится наружу, вспоминается, доносится до сознания человека, и человек избавляется, избавляется от этой проблемы. Это всё можно делать в процессе регрессивного гипноза. Кроме этого, да, регрессия, есть некоторые специалисты, я в том числе, бывает такой, опять здесь, смотрите, да, здесь очень трудно подтвердить то, что происходит, да, практически идёт эксперимент, но опять этот эксперимент идёт с такой, понимаете, классификацией обязательно. Мы несём ответственность за то, что мы делаем. Это регресс в прошлой жизни, возможно, некоторые практики это осуществляют, это делают, но это работа с самим клиентом. Человек сам прорабатывает это всё внутри себя на уровне подсоздания при помощи гипнотизёра, психолога, психоаналитика. Это совместный сеанс. Но здесь мы видим, ещё задействован слипер. Слипер, он уже сам по себе, то есть, участник процесса, можно его назвать и клиента, слипер, потому что гипнотизёр вводит человека в трансовое состояние, и посредством, да, вот этого трансового состояния, потому что слипер сам войти в трансовое состояние не может, а мы знаем эстрадный гипноз, феномены гипноза, когда человек, находящийся в трансе, вдруг может говорить на новых языках, на языке, который он даже не знает, то есть, не изучал, возможно, в школе, в школе изучал, и вдруг он начинает говорить на прекрасном английском или на прекрасном немецком языке, может, скажем, перевоплотиться в любую личность, которую вот гипнотизёр ему, скажем так, внушил, навязал, может совершить регресс в маленького там мальчика, девочку, маленького ребёнка, начать говорить на ломаном таком детском языке, детским языком, взрослая женщина может начать говорить детским голосом девочки маленькой, пятилетней, мальчик, мальчиком мужчина, взрослый мужчина может начать говорить голосом пятилетнего мальчика. Это нормально, это вот как раз все феномены гипнотического транса. Но здесь опять связка, да, гипнотизёр, клиент, то есть, гипнотизёр, гипнотизируемый. Здесь же появляется слипер, слипер, оказывается, который ведёт за ручку клиента, да, клиента. А при чём здесь клиент? Так вот, знаете, почему такая связочка непонятная возникла? Потому что, на самом деле, здесь-то никакого гипноза нет. Слипер думает, что он находится в каком-то трансе, я вам сейчас докажу, почему это так вот. По словам, она сама, девушка это, признается, почему это так. Вот, давайте послушаем её дальше. Да, 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 чуть-чуть вернусь, запутался, да, ушёл в сторону. Смотрите, слипер нужен для того, здесь, потому что сам клиент, почему это псевдогипноз, потому что гипнотизёр не может клиента ввести в трансовое состояние, тем более, если он работает дистанционно, он никогда этого человека не видел, а к ним же обращаются дистанционно, через интернет, и сеансы проводятся дистанционно. Нету никакого контакта, соответственно, здесь работа на массовость, здесь даже нет эффекта состояния комфортности, то есть, заражения толпой. Нету такого. Здесь невозможно это проработать, потому что вот человек пришёл с улицы, в транс его ввести, ну, как с улицы, с интернета, я имею в виду, в транс его ввести невозможно, и здесь на сцену выходит слипер. Человек слушает, не то, что он сам прорабатывает, отрабатывает свои духовные, душевные травмы, проблемы, это ему рассказывает слипер. Слипер, ну, человек иногда тоже вспоминает там какие-то свои травмы, и вот получает такая солянка, сборная солянка, гипнотизёр, который слипера якобы вводит в трансовое состояние, слипер, который лежит в каких-то очёчках тёмных, который воображает, то есть, вся работа происходит только чисто в его воображение, а функция гипнотизёра в кавычках в данном случае заключается только в том, чтобы задавать ему какие-то дурацкие непонятные вопросы, понимаете, которые никакого отношения не имеют к сеансу. Вот человек, где память нет, вот не запоминаешь, а запоминаешь только что-то плохое, всё, сеанс заключается вот в этом, вот в этом шарлатанстве. Слипер, естественно, здесь служит тем, который лежит, воображает и несёт что ни попадя. И вот, естественно, создатели этого канала за такую билиберду никакой ответственности не несут, потому что бред бредовый. И Слипер нужен как раз вот этот человек, который очень хорошо имеет хорошо-хорошо развитое воображение, несёт, доносит это до клиента и несёт всякую чушь, абсолютно не относящуюся к этому фрагменту. Вот давайте послушаем девушку дальше. Слипер это человек, который умеет видеть в изменённом состоянии, в трансе, видеть, либо ясно знать, либо ясно слышать. Для негативников тоже, опять же, не секрет, что есть яснознание, яснослышание и ясновидение. Я владею ясновидением, яснознанием, яснослышание пока что у меня 50 на 50. Ну, я, в общем-то, над этим работаю, всегда развиваюсь, всегда трачу неимоверное количество времени на свои практики, на развитие, чтобы наши сеансы всегда были продуктивными. Что ещё? Теперь, вот, прокомментирую в данном случае. Девушка утверждает, что она обладает ясновидением, яснознанием, яснослышанием у неё 50 на 50. Очень хорошо, что яснослышание 50 на 50, это когда голоса, но это только начало, она добровольно впускает в себя, практикует, как она говорит, специально это развивает, ну, дойдёт до голосов и, собственно, станет она клиенткой психиатрической клиники. Вот в чём опасность вот этого самого слиперства, она не знает, просто вот реально не подозревает, пока мы видим, что девушка ещё здорова, что ещё 50 на 50, что, но она работает над этим, вы понимаете, она над этим работает, усиленно работает, развивает это всё. В конце концов, она может перестать, не дай бог, конечно, может перестать контролировать этот процесс и вот эти самые голоса станут неконтролируемыми, неконтролируемыми, навязчивыми, и это закончится транквилизаторами поначалу, потом нейролептиками, а потом, ну, это клиника уже, это уже лечение в специализированном учреждении. Это опасно, это чревато. Вот, и здесь, смотрите, обратите внимание, теперь я вам, как парапсихолог говорю, о том, что настоящему ясновидящему зачем тогда гипнотизёр? Она вот утверждает, что она видящая, но если она видящая, вот к ясновидящему приходит клиент и ясновидящий сам ему рассказывает о его проблемах, скажем, посредством карт Таро, если это люди, которые практикуют, посредством рун, как, допустим, я руны использую в своей практике, это помогает мне настроиться на информацию, кто-то карты Таро использует, кто-то просто видит, подключается, ясновидящий человек обладает возможностями, развитыми возможностями, является ясновидящим, скажите тогда, а зачем ясновидящему гипнотизёр? Зачем ему пребывать в каком-то трансе? На самом деле ясновидящий видит и так. Есть медиумы, которые работают, как они утверждают, я говорю, это тоже очень такая тонкая грань, очень опасная черта, которая может привести к необратимым последствиям, потому что работать как медиум, это очень сложно и опасно. Можно поплатиться за это не только психическим и физическим здоровьем в том числе. И вот здесь, а здесь нужен гипнотизёр. так вот настоящему видящему и человеку практикующему и потом который человек занимается действительно целитель, практик, ему никакой гипнотизёр не нужен. Он обладает знаниями, силой, возможностью делать это всё сам. Ну, потому что он и целитель или, скажем, гипнотизёр, ему посредник слипер не нужен, потому что в качестве слипера является и сам клиент. Если это настоящий гипноз, такая связка не нужна. И если это целитель практик, ему тоже не нужен гипнотизёр, вы представляете, вы приходите к травнику, к целителю, к остоправу, и вот сперва требуется какой-то ещё дяденька-гипнотизёр, который этого целителя загипнотизирует, и тот начнёт вас, то есть человеку исцелять, помогать, давать какие-то советы, а без гипнотизёра он не может, вы что? Это вот профанация и бред, это полная бредятина на самом деле. Давайте слушать дальше. Я, наверное, расскажу немножко о себе, кто вообще я такая, и как я вообще к этому пришла. Я всю жизнь интересовалась нечто подобное, потому что с самого раннего детства я всегда смотрела на мир и понимала, что что-то с ним не то. Что-то с ним не то, что-то с ним не то. Друзья, что-то не то. Ну ладно, мы чуть-чуть пропустим это. И здесь вот девушка говорит, что она обладает ярким-ярким воображением. Ну действительно, слипер должен быть легко-легко-легко-легко внушаем и обладать, и должен обладать очень-очень-очень хорошим воображением, но чтобы потом нести вот то, что он в своей голове видит, нести это в мир, якобы это он видит все ну по-настоящему. Но в то же время я понимала, что что-то здесь не так. И я начала это дело изучать. Очень долгое время я изучала, пыталась понять вообще, что со мной, что за странные сны, то ли и не сны, то есть иногда какие-то видения непонятные. То есть я все это приравнивала к воображению, то есть сама себя закрывала в какой-то период времени, и просто думала, что я вот просто такая особенная, в которой очень хорошо развито воображение. То есть я могла себе нарисовать все, что угодно. Иногда в особо измененных состояниях я действительно улетала куда-то, вечно путешествовала, но я также думала, что это просто обыкновенные сны. Улетала куда-то, просто путешествовала, думала, это обыкновенные сны, лучше бы так и считала. Лучше бы так и считала, но вот скорее всего пока не попала. Видите, она тоже скорее всего была в поиске, не понимала, что с ней происходит и вот тут попала на якого брюса центр в кавычках гипноза и регрессивного гипноза и объяснили что такое сделали ее слипером теперь она принимает все что ей казалось раньше воображаемым за реальную действительность и теперь несет это в мир то есть рассказывает все что она видит в своем воображении другим людям выдавая это за реальность это никак не подтверждается это никак соответственно не перепроверяется это выдается за истину там в дисклеймере просто вот перед тем как перед тем как она нести начинает вот то что она там видит в своем воображении написано что никакой ответственности создатели данного канала за эту информацию не несут но деньги то они получили им же заплатили они же не бесплатно там они делают бесплатные розыгрыши конечно вот но но не более того ну давайте дальше смотреть потом до меня начало доходить что это не сны и что это мое тело отсоединяется астральное тело отсоединяется от физического тела и я путешествую когда я начала это понимать очень все стало гораздо сложнее тут я столкнулась с сущностями которые обитают параллельно с нами в физическом мире которых мы не видим на нашем трехмерном пространстве мы их не видим вот так вот но в измененном состоянии мы видим мы их чувствуем мы их ощущаем мы знаем что они есть и с ними можно даже кстати поговорить тогда я поняла что они существуют и начала это все дело изучать изучать изучала изучала практиковала начала она все дело изучать изучала изучала из где изучала как изучала я говорю вот эти люди выучили несколько слов сущности энергетика хроники акаши это мы сейчас дальше подойдем и расскажу что такое хроники акаши и вот они начинают рассуждать вот как говорится слышал звон да не знает где он и поняла что у меня потрясающе получается быть в пространстве заходить туда но не без помощи все-таки когда ты один тебя все равно унесет ты можешь неосознанно улететь вообще куда угодно но когда с тобой гипнолог который всегда на проводе для этого есть наушники он всегда его голос он сопровождает тебя в твоем гулянии по картинам и вот так называют вот соответственно когда клиент с нами находится в пространстве вот смотрите здесь как происходит значит она в своем воображении гуляет по картинам там где-то сидит гипнотизер дает ей поддержку и помогает в ее так сказать видениях задает вот эти дурацкие вопросы посмотри то посмотри это причем я говорю здесь гипнотизер ну вот никакой гипнотизер в кавычках потому что это не имеет никакого гипноза отношения один лежит в наушниках там якобы в трансе он считает что он в трассе потому что хорошо работает воображение помогает вот эти картиночки там вид и там ну такой бред вот послушать хоть один такой сеанс и говорю я долго не выдерживаю потому что моя нервная система мои уши от этого бреда бредового просто вот не воспринимают никак уже потом мозг начинает отключаться бред давайте дальше соответственно когда клиент с нами находится в пространстве я подключаюсь нахожу его в этот момент в пространстве и держу там грубо говоря за ручку чтобы он не потерялся в конце концов физическое тело может даже этого не ощущать но тонкую копию да я ее держу сюда рядом с собой и произвожу работу над ним мы смотрим сканируем на наличие астральных паразитов астральных сущностей вот выучила слово астральные паразиты астральные сущности она держит тонкую копию клиент клиент кстати в наушниках тоже где-то там лежит находится в наушниках то есть они все в разных местах гипнотизер в одном месте вот этот слипер в другом и клиент в третьем и вот они вместе в связке начинают вот слипер держит тонкую как бы копию если тот клиент не видит да она ему рассказывает рассказывать то что подсказывает ей воображение то что в ее бурно яркой фантазии начинает развиваться вот эта вот картина вот эти события она начинает их рассказывать и потом человек не обладающий никакими знаниями до в целительстве не облад не имеющий никакой практики работает с человеком утверждает что он увидел там какие-то сущности энергетические начинает их отлеплять чистить там от каких-то пауков арханоидов потом рептилоидов там чего только нет я говорю если посмотреть этот канал то ну любой здравый человек тронется умом потому что там такая бредятина шизофреничная что ну это огромное испытание для здорового человеческого мозга и вот это все преподносится как реальная действительность дисклеймер мы помним что они несут ответственности за это просто так это исследования какие-то там но это же выговаривается клиенту ему говорится что смотри вот там у тебя к тебе какая-то сущность присосалась но ты но ты не бойся сейчас мы ее отцепим сожгем из пепелим и ты станешь чистым потом кстати эти же клиенты в отзывах говорят в отзывах пишет скажите почему тогда ничего не поменялось если вы там все пожгли сожгли отсоединили почему в состоянии это ничего не поменялось но как может поменяться потому что все там сожгли увидели сущности астральные там этих каких-то энергетических паразитов это все находится в воображении этого самого слипера даже не гипнотизера вот у меня кстати сейчас ругательное такое нарицательное выражение я теперь своим знакомым друзьям тоже вот да это слипер ну то есть слипер невежда вы понимаете да это слипер слипер вон он и вот после всего этого они говорят что никакой ответственности не все это вот обратите внимание это ученица этой школы якобы брюса человек безграмотный молодой нахватавшийся верхушек непонятно чего но при этом уже помогающий другим людям что вообще астральные сущности делают они нам по сути мешают жить они мешают нам быть теми кто мы есть на самом деле и нужно это понимать что наша энергия вот наша наша на нас творцов нас как мы божественное создание то есть мы все частичка бога мы творцы мы божественная искра и наши энергии это только творчество только созидание только положительные вибрации любовь благодарность милосердие и вот всякого рода такие энергии высоковибрационные высокочастотные все что мы испытываем страх да мы испытываем например раздражение раздражаемся настолько что прям вот люди аж окружающие нас раздражают это уже не нашу тут стоит задуматься что кто-то на меня воздействует чтобы я испытывала эту энергию вот смотрите да вот значит созидание радость творчество это все наше это наше человеческое а если ты вдруг разозлился если ты вдруг обиделся если вдруг раздражился на рядом окружающих обиделся на окружающих то это скорее всего надо задуматься что это уже воздействие а если ты это чувствуешь регулярно то это явно к тебе присосалась сущность энергетическая надо чиститься где-то чистится ну это вот в центр к этим самым слипером которые тебя там в этом астральном плане очистят и вот здесь вспоминается да вот это вот самая сущность в виде гномика продолжаем и идет скачивание то есть у астральных сущностей есть свои частоты на которых они вибрируют например они вибрируют на частоте раздражения и им же нужно кушать да то есть всем нужно кушать они тоже хотят кушать и вот они подсоединяются к нам и дают импульс на раздражение ты испытываешь это раздражение он накушался ему хорошо ему вкусненько и он пошел дальше отдыхать а ты потерял энергию все ты истощен тебя и вот вместо того вместо того чтобы духовно развиваться до человек который ищет панацею то есть ищет ищет лекарства ищет возможности избавиться вот от таких навязчивых состояний ищет возможности избавиться от таких станет он попадает на таких профессионалов специалистов которые ему помогают освободиться от этих астральных сущностей которые откачиваются к оказывается от откачивают оказывается у него энергию что это раздражение это не плод его скажем так несовершенство каких-то недоработок с собой недостаток душевного духовного роста уровня возможно какие-то проблемы психологического психического характера имеются нет это все сущности которые на сеансе вот эту девушка слипер увидит обязательно эту сущность отцепит испепелит сожгет и значит появится избавление вместо того чтобы действительно избавляться от проблемы вот еще какое зло хочется там спать или наоборот день вообще складывается неудачно и так далее и подобного рода случаев вообще очень море особенно чем сильнее астральный паразит тем сильнее воздействие например это глубокие депрессии суициды сумма убийства когда человек вообще выпадает из системы и начинает совершать злодеяния такие как преступление солянка солянная бред бредовый когда человек выпадает из системы из какой системы чего системы какой человек со системой начинает заниматься суицидом и не только суицидом но и убийство что еще мы работая в пространстве можем все абсолютно все наша технология она более развита то есть кто-то занимается рейхи кто-то занимается астрологией кто-то занимается 2 кто-то занимается там визической астрологии кто-то целитель кто-то еще чем-то занимается до подобного рода кто-то гуляет по хроникам акаша кто чем занимается да то есть это как подвиды наши же за вот это все подвиды а вот то чем они занимаются видите изучила на там рейки знает таро знает целительство знает и здесь хроники акаши она употребила вот спросить ее ты сама-то знаешь что такое хроники акаши да кто-то там гуляет по хроникам акаши что такое акаши я уверен на сто процентов спроси ее что такое хроники акаши и что ты о них знаешь вообще она не ответит понимаете она не скажет что такое хроники акаши не даст определение не расскажет но она зато вот это слово употребляет поэтому мы занимаемся всем всем что есть всем что доступно нам на сегодняшний момент также мы можем подниматься себе домой да откуда мы туда кто мы не для кого не секрет что внутри каждого из нас это биоробот все что у нас есть это биоробот внутри нас есть душа которая пришла сюда выполнять те или иные задачи и мы можем подключиться к душе узнать их источник откуда она и поднять клиента тире эту душу которая находится в этом теле поднять туда откуда она и как правило приходит наставники приходят ангелы приходят разные учителя все знают такие известные да все знают известных таких как ангел михаил ангел рафаил гавриил и так далее их очень архангел михаил архангел гавриил все знают об этом и так далее вот они к ним приходят вы понимаете ну вот это все вот вот этим все все сказано вот эта ученица вот этой школы якобы брюса не школа даже она как центр гипноза як имени якова брюса яков брюс кстати никакого отношения я уже говорил в предыдущих роликах гипнозу и к эзотерике вообще никакого не имеет абсолютно если они прав поправьте напишите в ваших комментариях и вот это вот вы понимаете мракобесие вот преподносится как чистая информация все это касается души могут они душу поднять отвести к первоисточнику душа оттуда вернется в общем это шизофрения до шизофрения выдаваемый за реальную действительность и тут всего два варианта либо это люди больные психически нездоровые уже до либо это шарлатаны которые делают это целенаправленно целенамеренно то есть занимаются обманом реальным обманом и ладно бы это обман было про просто обман они же проводят сеансы они работают с людьми они несут вот как она говорит могут все вообще все что угодно несут свет просветление одухотворяют души так все они делают все как она говорит и так далее и так прочее мы можем все все это составные части астрология там парапсихология тару там это это все маленькие детали того что они могут это все составляющие и вот эти как она сказала биоробот заполняет кто внов пришедший и мы уже в результате и она сама и мы окружающие потом удивляемся откуда идут вот эти подселение подселение бесоодержание когда требуется экзорцизм да вот откуда вот она бесоодержание реальное бесоодержание реальная бесовщина реальное подселение это раз второе какая здесь еще есть вот они чистят там они снимают она говорит только про про сущности но я видел сеансы я на следующем в следующем ролике подробно разберу один из таких сеансов также расскажу что здесь не так там тоже связка гипнотизер якобы слипер и клиент когда слипер чистит его от каких-то там порч и негатива можете представить себе что вот дурачок маг или дурачок там какой-то знающий человек который практикует это все зачем-то идет на перекресток зачем-то идет на кладбище на погост проводит какие-то специальные ритуалы обряды чтобы вот этот вот желторотый какой-то не понимающий ничего юнец который вообще даже даже близко не имеет представления то о чем он говорит как-то там его почистил понимаете через какой-то там в своем воображении да а у человека реально возможно проблема глубинная проблема я говорю не только сейчас о психологическом характере про проблемы до духовном характере проблем но и магическом потому что ну есть это процветает люди обращаются имеет место быть черная так называемая магия когда на человека оказывается влияние со стороны магическое влияние со стороны когда мастер делает это очень широко развита любовная магия рынок заполнен спросом раз есть спрос есть предложение мастера работают в данном ключе это привороты отвороты это и порчи и развалы все что угодно делать в том числе делается конечно на полное уничтожение это и родовые проклятия и вот скажите как человек два слова связать который не может два слова связать который нахватался верхушек вот этих вот хроники акаши биоробот душа к своему источнику вот явно видно что человек просто фантазер да и вот она этим занимается после прохождения курсов этого самого тимура который ей дал добро зеленый свет и который теперь не несет никакой за это ответственности который уводит людей с истинного пути познания ведущие действительно к свету и который направляет вот этих людей по пути мракобесия тьмы и невежество то есть именно невежество вот что руководит этими людьми люди эти пребывают в невежестве если и создатель этого канала пребывает в невежестве вот я пытаюсь вразумить открыть глаза если нет если это делается целенаправленно если человек понимает что он несет в этот мир то естественно он за это понесет ответственность но а те кто попали в путы в эту паутину мракобесия шарлатанство и псевдо гипноза в том числе псевдо регрессивного гипноза пострадают по за пострадают так или иначе следите за обновлениями на моем канале имеющий уши до услышит я буду делиться с вами новой интересной информации всего доброго